Всем привет, друзья! С вами я, отец-одиночка Нюкин, и мои приёмные дети. И сейчас мы находимся в нашем новом офигенном загородном доме. Ну чё, детишки, шо нового в школе, а? Какие там у вас новости? Наконец-то начал исправлять русский. Вот уже 4 с минусом, а иногда 4. Офигенно! И как, тебе новый друг помогает, а? Хотя бы маленько. Рекс! Ё-моё, не... Рекс, иди на улицу, блин! Не надоедай! Помогает? Отлично! Рекс, а ты... Понятно, Рекс с нами не общается больше. Так, а у тебя в садике всё отлично. Дали наклейку. Ого, прикольно! Лиза. Ой, Полина, ты чё, ты какая-то уставшая. Опять всю ночь не спала, а делала домашку? Офигеть! Вам чё, так много задают? Надо будет завтра всё классное руководительство поговорить. Чё-то это ненормально, что так ребёнку много задают в школе. Ты точно кушать не хочешь? Ну, если не хочешь, ладно, иди поспи. Ребята, а вам много домашки задают в школе? Кому задают много домашки? Не стесняемся, ставим лайки. Посмотрим, сколько нас. Ой, ой, ой! Рекс, что случилось? Что? Утро, блин! Проспал! Так, ребята, уже утро. Пора детишек собирать в школу. Так, 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 давай, Рекс, помогай, помогай. Всех буди, гавкай, гавкай. Я около девчонки. Блин. А, новая квартира, я тут путаюсь. Так, девчонки, просыпаемся, подъём. Так, ой, ё-моё, ты шо, уже на пути к кухне? Молодец. Так, Петя, Петя, под... Петя. Где Петя? Все собрались. Сегодня я, получается, с вами поеду в школу, потому что мне надо побеседовать с классухой нашей дорогой Полины. Собрали ранцы? Учебники, тетрадки, ручки, пеналы, там, линейки. Не спала? Блин, ты чё, ты опять всю ночь уроки делала? Да ладно? Так много? Да ну нафиг, мне в универе так столько много не задавали. Ну всё, блин, я вообще злой. Так, всё, марш на кухню кушать. И скорее в школу, опаздываем уже. Так, сейчас позвоню. Алё, слушай, будь, пожалуйста, около моего дома через 10 минут, окей? Всё, давай, ждём тебя. Полина! Просыпайся, подъезжаем уже. Давай-давай, подъём. Ёкал, на уроки сонно едешь, ну как так можно? Всё, приехали. Ты, это, далеко не откатывай, подожди меня, ладно, я где-то через... Ну, скоро подойду. Всё, давай. Ну, пойдём, пойдём. Она, кстати, это, вообще в классе-то, вообще твоя классуха. Должна быть. Ну, хорошо. Так, ой, сколько много тут всего случилось. Блин, как бы на своих старых детей не наткнуться. Или они в другую школу перевелись. Я что-то их тут не видел больше. Так, ой, я что-то отстал. Где вы там? Так. Так, Стёпа, ты здесь учишься? А Лиза, видимо... А, Полина там. Хорошо, давай, мужик, удачи тебе. Чего? Только в начале урока придёт? В общем, ребята, классухи в классе не оказалось. Но, по идее, должна прийти к началу урока. Ну, посижу, подожду. Да, ну, сейчас столько много домашки, и это, конечно, жесть. Так, чё-то они там орут. Ты сделала мою домашку, шкура малолетняя. Я из тебя шашлык сделаю. Полина, долбина, где моя домашка? Что за уродка сделала мою домашку? Что? Это они моей дочке говорят? Охренеть! Понятно. Значит, дело не в домашке, не в её количестве. Так, мальчик, чё ты тут сидишь? Иди отсюда. Сейчас посмотрим, кто это так базарит. Ага, ну всё, я их запомнил. Прямо в школе разнос устраивать нельзя, а то я как бы один раз за это что-то не поплатился. Ничего, подкараулем их после школы. А пока что надо съездить купить что-то пострашнее, чем деревянная бита. Ну и вот, слушай, и походу все эти одноклассники, дебилы, заставляют её делать за них домашку. Прикинь, сволочи, да? Ну ничего, я разберусь. Так, вот сюда ехали, этот БНС. Кстати, ребята, кто не знал, это бывший Нюки Мол. Вот так его, короче, обделали, даже не узнать. Ну всё, спасибо, жди здесь. Сейчас. По идее, здесь должен быть такой хороший магазинчик. Где-то здесь. А, вот, Спорт Фламстер. Отлично. Здрасте. Здрасте. Слушайте, я тут, как бы, бейсболом увлёкся. У вас нет чего-нибудь для бейсбола, а? Такого бейсбольного. Можете показать? Хо-хо. Да. Много у нас тут любителей бейсбола. Так, ну какая тут самая такая, получается, альфачная? Альфа. Изи-пизи. О, ничего так названо. Нейминг на высоте. Ладно, давайте, получается, вот эту возьму. Алмазную, да? Изи-пизи. Ультра бита. И на всякий... Так, ну, надо ещё детям взять. Да вот эту вот обычную возьму. И стальную. Аргумент. Неплохое название тоже. Всё, отлично. Сколько получается с меня? С меня. Ну? Чё? Ты оборзел? Слушай, если ты не заметил, я тут только что купил биту. Поэтому давай-ка по-быстрому... Быстро мне скидочку сделал. Давай-давай-давай. Тысячу процентов. Живо! Блин, да вы охренели вообще такие цены заламывать. Ай, ладно. Терминал есть? Сейчас я с телефона плачу. Охренеть. Полмиллиона забит. Ну ладно, в конце концов, я же там квартиру буду сдавать. Вот, накапает за полгодика. Всё? Попровелось? Отлично. Охренеть, цены. Вот когда это был мой нюкемол, я такие цены не заламывал. Может, конечно, так и не стал, поэтому миллиардером. Кстати! А раз я уже около торгового центра, я же хотел фильтры себе купить новые на кухню. Окей. Тогда потом разомнусь. Сейчас, я быстро. Где-то здесь, по идее, должны быть. Так, так. Чё? Знакомые какие-то спины. Да ладно. И голоса знакомые. Ага. Это те самые уроды. Вот это совпадение. Нет, ну, конечно, в кафе их мутузить. Это дело посудное, поэтому я лучше подожду. И домашку делать не надо. Ну, сейчас я тебя научу домашку делать. Сейчас надо тоже чайку заказать. Сейчас заодно послушаю. Мне просто тоже чай. Так, интересно, чё они там будут говорить. Может, чё-нибудь чё про Полину скажет? Ух, я им всё припомню. Один китайский. Смотрите! В костюмчике! Видимо, богатый. Так. Полиношку. Чё ты несёшь? Урод. Слушайте, дайте мне, пожалуйста, зелёный. Парень. Чего? Ну, я им припомню. Правильно делает. Ну, конечно, конечно, конечно. Ага, спасибо. Так. Вот он. Подождите, куда вы? Дайте мне, пожалуйста, чё-нибудь ещё съестного. И с собой заверните, ладно? Ага, конечно, конечно, конечно. Хорошо, что она такая простушка. Ну да, ну да. Блин, чё-то уже противно тут сидеть. Ну чё там, есть что-нибудь с собой? О, печеньки. За печеньки спасибо. Так, парни, слушайте, у вас это... Не будет случайно мелочи? Мне тут для сдачи не хватает. Не подкинете? Нету? Точно нету? А вы не знаете, я тут ищу услуги репетитора. Вы случайно не можете моему сыну помочь с домашней работой? А то у него чё-то плохо получается. Точно? Вы вот такие умные, видимо, много домашки делаете. Да, по вам видно. Ну смотрите, вы подумайте. Предложение хорошее. А то ему лень домашку делать. Вы бы ему помогли. Точно нет? А, ну ладно, ладно. Всё, всё, пацаны. Никаких проблем. Ничего, ничего. Давайте. Приятного аппетита. Вкусный чай, кстати. Всё. Слушай, можешь, пожалуйста, отъехать немножко отсюда? Вот, куда-нибудь туда, около деревьев. Встань, пожалуйста. Тут одно дело у меня ещё не законченное. Скоро буду. Ага, всё, пошли. Сейчас. Куда же не пойдут? Куда? Так, так, так. Гулять пойдут, да? Ну, конечно, домашку делать не надо. Сейчас, сейчас, сейчас. Замечательно. Так, так, так. Всё, всё, всё. Тут лишних глаз нету. Шикарно. Эй, ребята, слушайте, я это извиниться хотел. Я вас перепутал. Я думал, что вы заучки, типа, зубрилы. А вы вроде нормальные, пацаны. Пойдёмте, я вам это, покажу кое-чё. Ага. Новая приставка. PlayStation 5. Да-да, вот, смотрите, вот здесь вот. Ну чё, а как вам нравится? А вот это нравится, а? Дебилы, блин. Стоять! Куда побежал? Ну-ка, вернулся на место. На место, я сказал. Так, всё. Этот обоссался. Ладно, идём к следующим. Так, все собрались в кучку. Быстро, я сказал. Быстро под дерево залез. Пошёл, пошёл. Сидеть, не двигаться. А то хуже будет. Короче, уроды. Полина, моя дочь. Это ты мне, что ли, сказал? Я сейчас тебе свечку в рот вставлю. Короче, вы издеваетесь над моей дочкой и думаете, что это вам сойдёт с рук. Так вот, ребята. Вот эта вот замечательная бита. Она очень... Так, ладно, начнём с ног. Опа. Как нравится, а? В общем, с этого дня вы делаете домашку за моего сына Стёпу. Ясно вам? А если ему что-то не понравится, он вам это лично объяснит. Что? Что? Ты что, глухой, что ли? Всё. Если... Есть и там будут двойки, даже тройки. Ё-моё. То это... Это будет конвертироваться в удары, битые по башке. Давайте, сидите тут и подумайте над своим поведением. А, да. И вот чайку. Чай, кстати, неплохой. Очень советую. Успокаивает нервишки. Вам не помешает. Ну, ребят, как вы поняли, разумеется, я не стану своему Стёпе такую лафу устраивать. Они просто будут делать эту домашку для закрепления полученных знаний. Им же полезнее будет. А Стёпа, разумеется, всё будет делать сам, потому что домашка, она для закрепления знаний, которые вы получаете в школе. Иначе все эти здания, они вылетают в одно ухо, как через трубу. Ладно, а я побежал домой, обрадую свою дочку. Ну что, ребята, настал новый день. Давайте посмотрим, изменилось что-нибудь или нет. Так, скоро дети должны уже выйти. Звонок прозвенел. А, отлично! Вот и Полина такая весёлая, выспавшаяся. Ну, как дела, а? Как... Как дела? Как уроки? А вот и наша зондер-команда. С домашками. А, перестали тебя трогать, даже начали уважать. Ну и ещё бы. Давайте, давайте, шуруйте, шуруйте. Вам ещё физику делать? Стёпа, держи. Это я купил специально для тебя, потому что я каждый раз бегать в школу не могу, поэтому теперь с этого дня сестру будешь защищать ты. Без ошибок. Молодец. А если будут ошибки, ты им, пожалуйста, напомни, что значит иметь дело с Нюкемом. Понял? Всё, давай, удачи. Они тут недалеко убежали. Давай, быстрее, быстрее, что догонишь? Ну, Полина, а за тебя я очень рад, наконец, ты будешь высыпаться. Ребята, в общем, делайте домашку, делайте её сами, да будьте такие же умные, как моя дочка. А с вами был отец-одиночка Нюкем. Давайте, всем пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok